За гранью возможного, за рамками понимания, за рубежами, на русской службе новостей. 14 часов 4 минуты. Меня зовут Станислав Жураковский. И сегодня вместе с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Вищенко поговорим об Украине. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Так, недавно появилась информация, совсем буквально в последний час, что вот в Киеве задержаны и арестованы пятеро россиян, причастных к международному терроризму. Это заявление СБУ, бойцы спецподразделения местного, вот, говорили о том, что эти люди были вооружены, изъяли патроны, пистолеты, боевую гранату. То есть, в арендованной квартире все это произошло, не называют, естественно, кто это, и говорят о том, что, якобы, их еще и Интерпол разыскивает. Вот, с одной стороны. С другой, нарушение режима тишины. Вот, вы слышали, новости наши, что только за последние сутки семь раз ДНР, ЛНР это все фиксирует. Что сейчас происходит? Почему нагнетается так ситуация? Ну, собственно, происходит то же самое, что происходило все последние, уже больше, чем полгода, после заключения Минска-2. Киеву необходимо спровоцировать ополчение на наступление. Потому что война Киеву нужна, а если он начнет наступать, то это значит, что Киев сорвал Минский процесс, сорвал мирные переговоры. Единственный способ спровоцировать ополчение на наступление, это вести террористические обстрелы, рассчитывая, что рано или поздно нервы не выдержат, и, опять, ополчение начнет атаку. Ну, до сих пор вот нервы все время выдерживали, значит, Киев просто проводит эскалацию артиллерийского наступления. Я не знаю, как это будет развиваться дальше, потому что чисто теоретически, наверное, можно собрать артиллерийскую группировку, которая начнет просто разносить Донецк в щебень, да? Ну, вот в таком варианте придется, наверное, принимать решение о каких-то активных действиях, но я думаю, что тогда уже придется России решать вопрос с подъемом воздуха авиации, потому что любые другие контрдействия будут запоздавшими, так как даже если попытаться создать альтернативную артиллерийскую группировку или попытаться перейти в наступление, да пока все это будет происходить, Киев просто разнесет город в пыль, а население разложит на атомы. Но для этого надо создать соответствующий артиллерийский кулак. Пока что обстрелы более сильные, чем были раньше, более интенсивные, но во всяком случае они укладываются в картину предыдущих событий. То есть стреляют для того, чтобы эти начали наступать. Но ведь с другой стороны, до сегодняшнего момента все наземные операции Киевом были фактически проиграны в итоге. Да, но, во-первых, рассчитывать на победу в войне в любом случае будет каждый из воюющих сторон. Вот каждый раз Киев наращивал новую ударную группировку, восстанавливал численность бронетехники, или даже восстанавливал численность или наращивал артиллерийской группировки и пытался перейти в новое наступление. У него другого выхода нету, потому что отказаться от боевых действий Киев не может, потому что тогда надо сказать своему населению, что полтора года воевали, уничтожили украинскую экономику, перебили несколько десятков тысяч человек, для того, чтобы прийти к тому же, к тому, что предлагали изначально. К федерализации, к новой конституции и так далее. Кроме того, ну, восстановились боевые действия. Что дальше? Тогда вернутся домой люди, которые только что воевали, и попросят работу. А рабочие места на Украине сокращаются со скоростью полтора миллиона в год сейчас. Значит, не растут, а сокращаются. И ничем не замещаются. И этот процесс будет только ускоряться. Следовательно, через какое-то время нельзя уже будет все валить на то, что Россия напала, если вы уже даже с Донбассом мир заключили. Значит, придется отвечать перед населением за провальную экономическую политику. Пока что война все списывает, других вариантов нет. Ну и, наконец, еще две вещи. Во-первых, Киев опирается как на свою главную силовую опору на мотивированных нацистов, которые находятся там частью в правом секторе, частью в каких-то еще кое-где уцелевших батальонах, частью они инфильтрированы в армию и в спецслужбы, и в МВД. И эти люди не собираются прекращать войну. Они вообще собираются воевать вплоть до Камчатки. И уж тем более не собираются уходить с Донбасса. Соответственно, если отказаться от боевых действий, Киев потеряет свою силовую опору. Ну и, наконец, его международная опора. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы хоть раньше, хоть позже, хоть нючлом, хоть тушкой, но каким-то образом Киев спровоцировал Россию на активное и неприкрытое вмешательство, вооруженное в этот конфликт. Значит, следовательно, все пазлы складываются так, что украинскому правительству, которое, по большому счету, ничего уже самостоятельно не решает, приходится воевать. Иначе оно не украинское, не правительство и вообще ничто. Потому как США сейчас, по некоторым разведданным, наращивает группировку беспилотников по всему миру, и Украина в том числе. Практически в два раза, да? То есть сейчас они пытаются понять еще плотнее, что там происходит, получить более такие фактически объективные данные. Ну, беспилотники – это, в общем-то, разведывательная информация для непосредственно фронтовых служб, потому что объективные данные получаются со спутниковой группировки. Постоянный мониторинг проводит Соединенные Штаты, Россия проводит, любое государство, которое имеет более-менее серьезную спутниковую группировку, постоянно мониторит происходящее на планете. А все-таки беспилотники в основном используются для непосредственно, ну, если мы не говорим о тех, которые погодой занимаются, да, или отслеживают горение лесов, они используются для непосредственного обеспечения координации артиллерийского огня для разведывательной информации, но непосредственно во фронтовой зоне. То есть ни для кого не секрет, что уже к началу лета, фактически, были созданы ударные группировки, и со стороны Украины, кстати, и со стороны Донбасса, ни для кого не секрет, что уже где-то с начала лета обе стороны были готовы к возобновлению активных боевых действий. Естественно, в этой ситуации проводится и наращивание группировки беспилотников, потому что это вопрос обеспечения соответствующей информации воюющих структур. И понятно тоже, что все ждут начала этих самых активных боевых действий, потому что когда армии развернулись в боевые порядки, они все равно начнут воевать. Просто никто не может точную дату назвать, когда это начнется. Я думаю, что даже в Киеве, и в Донецке, и в Вашингтоне, и в Москве никто не назовет точную дату, потому что зачастую это бывает случайно. Вот перешли какой-то рубеж, и началась война. А потому как я от части экспертов слышал интересное такое мнение, что США сейчас выгодно, чтобы на Украине установился мир, и одна из ставок может делаться на Азарова. Ну, знаете, с моей точки зрения, люди, которые говорят, что Соединенным Штатам выгодно там стабилизировать Украину, потом долгое время использовать ее как мозоль, или как камешек в ботинке у России и так далее, и не понимают одной пары своей вещи. Если бы Соединенные Штаты двигались бы в этом режиме, то они бы стабилизировали бы ситуацию на Украине вообще без переворота. Потому что им достаточно было отдать Януковичу 15 миллиардов долларов, он подписывал соглашение об ассоциации, и вопрос со стабильной, антироссийской, ориентированной, полностью зависимой от Соединенных Штатов Украины был бы решен. Даже если им не нравился лично Янукович, они могли решить эту же проблему, просто стабилизировав режим, закачав туда деньги, послав туда советников, даже послав туда какие-то военные контингенты, не обязательно свои, можно польские, сразу же после переворота. Соединенные Штаты всего этого не делают, более того, даже те кредиты, которые выделяются Киеву, это уровень даже не выживания, а медленного умирания. То есть если происходит в течение полутора лет, государство проводит определенную политику, следовательно, оно не собирается там создавать ничего стабильного. Оно наоборот, ориентировано на то, чтобы создать проблемы России и уйти. То есть главная идея изначально затачивалась под провокацию России, на введение войск. Поэтому и переворот носил откровенно нацистский характер, поэтому и сразу же после переворота начались откровенные зверства, там сожжение в Одессе, расстрел в Мариуполе. Поэтому и армия украинская вела себя соответствующим образом, начав артиллерийские обстрелы из жилых районов, потому что, ну даже с точки зрения тех же Соединенных Штатов, которые обвиняли там, допустим, масса артобстрелых жилых районов и собирались его бомбить, это дает, кстати, основание для соответствующей реакции и так далее. То есть шла откровенная провокация. После того, как эта провокация не удалась, поддерживать украинский режим слишком дорого стоит, это просто невыгодно. То есть фактически Соединенным Штатам надо, экономика ведь уничтожена на Украине, да, значит, кто-то должен постоянно платить за существование 40 миллионов населения Украины и поддерживать деятельность вот этого правительства. То есть Соединенным Штатам надо создать постоянный бюджет достаточно крупного государства. Пусть это не Франция и не Германия, но это дорого стоит. Соединенные Штаты это не могут вытянуть, им это неинтересно. Они заходили на Украину не для того, чтобы связать свои ресурсы, для того, чтобы связать российские ресурсы. Поэтому, собственно, последнее, что может сделать Порошенко для Соединенных Штатов, это развязать большую серьезную войну. Его к этому все время и толкают. В этом, собственно, заключается американский интерес. Американский интерес в развязывании войны, когда он может прекратиться? При каких условиях? Ну, если Вашингтон признает свое поражение и подпишет капитуляцию. Только так? Во всех остальных случаях, безусловно. Они уже слишком далеко зашли. То есть у Соединенных Штатов развилка, когда они могли выбрать другую политику, проходила где-то во второй половине 90-х, ну максимум в начале 2000-х годов. После этого они выбрали конфронтационный сценарий. Значит, они далеко зашли по этому сценарию. И сейчас любой компромисс, любое отступление будет фиксироваться их союзниками и вообще всем миром как признание поражением. А если страна, которая претендовала на планетную гегемонию, признает поражение, от нее просто отворачиваются. Следующая новость, это ДНР включает список обменопленными обвиняемых по делу в пожаре в Одессе. Менять их, возможно, будут на военнопленных. Как думаете, удастся в данном случае обменять военнопленных, как кто-то был до этого момента? Ну, вообще-то и до этого как-то не особо удавалось менять, потому что неоднократно обмены просто срывались. Я думаю, что если процесс обмена военнопленными пойдет, то есть если он не будет срываться постоянно, то обменяют. Потому что по большому счету они особой ценности для Киева сейчас не представляют. И в любом случае, это дело уже за год успели заболтать, выдвинуть различные версии. И в принципе все и так знают, что произошло. И свидетельских показаний без тех, кто содержится сейчас в тюрьмах Киева и Одессы, вполне достаточно. То есть вполне могут их и отпустить. Но для этого вопрос, чтобы пошел сам процесс обменопленными. Госдеп обвиняет, конечно же, Россию, ополченцев в обострении конфликта в Донбассе. То есть есть ли сегодня какая-то хоть теоретическая хотя бы возможность с помощью международных организаций как-то на ситуацию повлиять и на Госдепартамент США? Либо вот настолько все уже не работает? Нет, безусловно, нету. Потому что Соединенные Штаты никогда не признавали ни юрисдикции международных судов, ни международной организации в том случае, если они выдавали информацию, идущую вразрез с интересами Соединенных Штатов. Причем это делалось открыто, это даже заявлялось на государственном уровне, в том числе президентами Соединенных Штатов, что если какая-то международная организация или какая-то другая международная структура действует вразрез с интересами Соединенных Штатов, то неважно, выполняет она международные нормы или не выполняет, Соединенные Штаты ее, так сказать, не признают, действуют на оставание своего внутреннего законодательства, что они неоднократно и демонстрировали. Поскольку, как я уже сказал, для Соединенных Штатов выбора нет, они в режиме конфронтации зашли слишком далеко, они будут и дальше, вопреки очевидности, обвинять кого угодно, и дальше будут гнуть свою линию, потому что у них осталось два варианта. Это или победа, что маловероятно, или поражение, что более вероятно, но в случае поражения Соединенные Штаты в течение обозримого промежутка времени отбрасываются на уровень такой региональной державы с ядерным оружием. Причем их экономическое и социальное благополучие очень резко подрывается, то есть им будет чем заняться внутри себя, это где-то уровень России 90-х годов. Поэтому они будут биться до последнего и ни за что не отступят, не уступят, и никакие международные структуры здесь им не указ. А насколько тогда вероятно их поражение? Ведь если сегодня международные организации по многому контролируются США, есть ли у них до сих пор крупнейшая в мире экономика? Во-первых, крупнейшая в мире экономика у Китая. Во-вторых, по поводу особенностей американской экономики можно очень долго рассуждать, но времени на это нет. Поэтому, значит, но, понимаете, ведь здесь дело не в контроле международных организаций. Соединенные Штаты вступили в конфронтацию с Россией, в общем-то, и с Китаем, я бы сказал, даже практически совсем шосс в той или иной степени. Они связали свои ресурсы в Афганистане, в Ираке, в Ливии, в Сирии, на Украине и так далее. Но у них тоже все это не резиновое. Они связаны временем, то им надо решить вопрос не в течение необозримого времени, хоть через 100, хоть через 200 лет. Им надо решить вопрос в течение 2-5 лет, иначе они начинают терять свою базу влияния на мировую экономику. Потому что мы знаем, что сейчас идет процесс дедоларизации взаимоотношений между теми же самыми странами БРИКС и ШОС. Мы знаем, что идет создание альтернативных экономических, финансовых структур. В момент, когда они начинают работать и охватывать значительную часть мирового рынка, не так, как сейчас там 2-5%, а значительную часть, Соединенные Штаты просто маргинализируются. Именно поэтому у них особых вариантов нет, им надо торопиться. Но Соединенные Штаты не могут в данной ситуации решить вопрос с военной силой. Потому что военная сила означает ядерную конфронтацию с Россией. Они могут либо воевать на второстепенных площадках и чужими руками, как вот на Украине и в Сирии, либо вести с Россией дипломатическую, политическую, экономическую информационную войну, чем они и занимаются. Но экономическую войну они проигрывают, потому что их санкции оказали больше и разрушительное влияние на их союзников в ЕС и заставили задуматься о своем будущем, чем на Россию. Более того, их действия стимулировали создание вот этих самых структур евро-азиатских в рамках ШОС. Они стимулировали нарастание единства того же самого БРИКС. И именно на антиамериканской основе. То есть, пытаясь изолировать Россию и лишить ее союзников, американцы в течение последних полутора лет пришли прямо к противоположному результату. Следовательно, мы можем констатировать, что за последние полтора года позиция России улучшилась, позиция Соединенных Штатов ухудшилась. Повторяю, поскольку нет возможности прямой военной конфронтации, решить вопрос по-другому они не могут. А динамика и направление процессов показывают, что они проигрывают и в обозревом будущем проиграют. А тогда следующий вопрос. Дотянут ли до вот этих двух-пяти лет, до обозримого будущего, ДНР и ЛНР, вот с экономикой сегодня как двух республик? Ну, я думаю, что, во-первых, вопрос ДНР и ЛНР решится раньше, потому что Соединенным Штатам нет никакого интереса там сидеть еще 2-3-4-5 лет. Им надо переносить конфронтацию на более удобную площадку, чем Украина. Что касается экономики, то опять-таки, если мы возьмем состояние на год назад, когда там была гуманитарная катастрофа, и республики жили только за счет гуманитарных конвоев, то сейчас, несмотря на то, что гуманитарные конвои идут и, очевидно, будут идти, там работает, собственно, экономика. Мы прекрасно знаем, что она ориентирована на Россию, то есть они не имеют другого выхода в мир. Мы прекрасно знаем, как это все работает, то есть через Южную Осетию, которая признала ДНР и формально там производит какие-то закупки, потом продает это России, значит, и дальше это выходит на мировой рынок. То есть с точки зрения международного права, значит, политез соблюден, значит, в ДНР, в ЛНР начинают работать предприятия. Понятно, что, ну, создать в таких условиях нормальную экономику, такую, какую она была до войны, они не смогут. Но экономику, которая позволит кормиться вот тому населению, которое там осталось, да, и выживать каким-то образом, они уже фактически создали. Плюс там начала уже, по сути дела, работать рублевая зона, так как хоть они объявили мультивалютную зону, но у них на 80-90% в наличном обороте рубль, тоже понятно, почему гривна туда не поступает, доллар они не печатают, да. Значит, соответственно, вот, опять-таки, если мы посмотрим динамику и направление процессов за год, то наблюдается качественное улучшение, значит, ситуации, в том числе и с экономикой. Еще раз подчеркну, что это палеотив, то есть это решение вопроса на какое-то время, но не радикальное. Но, во всяком случае, для того, чтобы обеспечить нормальное или относительно нормальное существование населения на этих территориях до тех пор, пока не появится возможность радикального решения, это лучше тоже выход. А каким будет радикальное решение? То есть что можно будет сделать с экономикой? Восстанавливать промышленность местную? Ну, в результате, в любом случае, придется восстанавливать, даже не восстанавливать, создавать с нуля экономику всей Украины. Потому что после того, как Соединенные Штаты эту площадку покинут, там все равно будет продолжаться гражданская война и распад государственности. И этим все равно придется заниматься, потому что это будет происходить не в Мексике, а на Украине. И Россия физически не может терпеть и выдерживать наличие на ее границе огромного разрушенного пространства, фактически криминального, с населением 40 миллионов голодных, но до зубов вооруженных людей. То есть все равно с этим придется что-то делать. И понятно, что в этом же, в парадемии этого же процесса будет решаться и вопрос ДНР и ДНР. То есть, возможно, много разных вариантов, понимаете? Мы не знаем, как будет развиваться военная ситуация. Если это будет очень медленное, постепенное наступление ополченцев, то вполне возможно, что они рано или поздно возьмут под контроль всю Украину. Если это будут какие-нибудь очередные наступления, переговоры, мир наступления, переговоры, мир там и так далее, то вполне возможно, что какие-то территории будут менять статус, в том числе те же самые Донецкая и Луганская области, еще в процессе данных переговоров. Они могут либо быть признанными, в конце концов, в качестве независимых государств, либо в конце концов они могут через какое-то время в состав России войти и так далее. То есть, здесь вариантов много, но все равно проблему всей украинской территории, не только ДНР и ЛНР, придется решать. По статусу, если говорить, по политическому образованию, для украинского народа какой самый такой выгодный вариант? Ну, с экономической точки зрения, безусловно, выгодна интеграция в состав России, потому что, вы же понимаете, что чужое не восстанавливают, да, восстанавливают свое. А когда речь идет о необходимости закачивать десятки миллиардов долларов и не один год, то, опять-таки, понятно, что если это уже свое, приходится этим заниматься. Если это чужое, ну, может что-то вдолбить. Значит, с точки зрения политической, там до сих пор существует разделение примерно 60 на 40, да, или 50 на 50. Сейчас опросы не проводятся, а те, которые проводятся, не дают репрезентативную выборку, трудно сказать точно. Тех, которые, в общем-то, склонны к интеграции в Россию, и тех, которые любой ценой, значит, готовы отстаивать, там, если не независимость, то интеграцию в Европейский Союз. Вот, то есть, русофильских и русофобских сил. Я думаю, что в процессе, так сказать, разрушения украинской государственности число, так сказать, сторонников интеграции в Россию будет расти, потому что другого решения не будет. То есть, будет вариант либо интегрироваться, либо умереть с голода, потому что в ЕС все равно не берут. Но это поживем и видим. То есть, экономическая интеграция с ЕС вряд ли возможна в ближайшем будущем? Она физически не нужна, потому что ЕС не собирается никуда интегрировать Украину. Он ее не собирался интегрировать в благополучном состоянии, тем более он ее не планирует интегрировать сейчас. Понятно. Спасибо большое. У нас был в гостях президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Ищенко и Ростислав Владимирович, спасибо. За гранью возможного, за рамками понимания, за рубежами, на Русской службе новостей.